В округе продолжается подготовка детских игровых площадок к летнему сезону. Так, например, в Ходьково начали приводить в порядок песочницы. Их очищают от веток и мусора и заполняют чистым речным песком. Подробности в репортаже Татьяны Мельниковой. Дворы готовят к лету. В Ходькове начали заполнять песочницы. Эту работу проводят сотрудники МБУ благоустройства СП, окружной администрации. Детская игровая площадка на улице Седина, 28, установленная по губернаторской программе, пользуется популярностью. Об этом говорит и обилие игрушек, оставленных в песочнице. Их бережно вынимают, прежде чем насыпать свежий песок. Это плановая работа. После каждой зимы происходит замена песка в песочницах на территории города Ходьково, на детских площадках. Песок приводится специально, без камней, очищенный, чтобы детям было удобно играть, строить куличики, замки. Строительный материал для песочных замков и куличиков везут не только на губернаторские площадки, но и в те дворы, где жители сами попросили обновить песок, как это произошло на площадке по адресу улицы Седина, 35. В общей сложности во дворах заполнили уже порядка 10 песочниц. По словам Александра Калабина, после того, как песочницы будут заполнены, сотрудники МБУ благоустройства СП приступят к покраске и замене сломанных игровых элементов. Татьяна Мельникова, Антон Кавриев. Программа «Утро». Сегодня у нас в студии директор МБУ благоустройства СП Сергей Захаров. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Какие работы по благоустройству в округе у нас сейчас ведутся? Мы продолжаем работу по благоустройству. Нам погодные условия сейчас позволяют перейти к следующему виду работы. Это покраска игровых площадок наших, лавочек. Также про наведение всей территории в порядок. Так называемый чек-лист. Мы по этому чек-листу будем сдавать каждый двор. То бишь мы должны навести порядок на детской площадке, всё покрасить, подремонтировать, заполнить песок новой в песочнице, что сейчас мы и делаем, подмести и постричь траву. В каждом дворе всё как всегда? Конечно, в каждом дворе в нашем округе. Вот немножко переведу тему, такой вот, такой делают переход. Многие студенты хотят подработать летом. И у нас в округе есть много программ, которые работают с трудоустройством студентов. В частности, например, в Дружный двор можно пойти вожатому работать и так далее. Но я вот слышала, что благоустройство СП тоже решили после длительного перерыва возобновить работу со студентами и предоставлять им рабочие места на лето. Да, это абсолютно точная информация. Я тоже, когда был студентом, мечтал, что где-то подработать. Но вот в наше время так сложновато было найти работу, тем более где достойно оплачивали. Мы сейчас набираем студентов от 18 лет, ребят, девушек, которые хотят летом подработать. Мы с ними заключаем официальный трудовой договор. От них требуется только справка с места учёбы, что они являются учащимися. И, значит, они к нам приходят. Вот я продиктую телефон отдела кадров 8-496-55-138-37. Можно туда позвонить, записаться, заключить договор и приходить на работу. Работы самые простые. Это окос травы, это покраска детских площадок, ну, также подметание дворов. Ну, то, что, в принципе, делает наш город чище и лучше. Какой рабочий день? Какие вообще условия труда? Рабочий день 7-часовой, 5-дневка. Ну, при желании, конечно, можно взять всегда отгул. Ну, и работать необязательно целый месяц или, например, 2-3 месяца. Трудовой договор заключится на тот период времени, который у студента окажется свободным. То есть, в принципе, можно, например, на недельку, на две тоже так поработать? Ну, это, конечно, не приветствуется, хотя бы месяц. Ну, а самый интересный вопрос – зарплата. Зарплата 40 тысяч рублей чистыми на руку молодой человек или девушка получит. Я считаю, что это нормальные деньги, чтобы даже купить тебе то, что необходимо. Ну, за 3 месяца летний можно хорошую сумму-то скопить для студента. Конечно. 2 месяца поработать, а один съездить отдохнуть на море. Какие-то вакансии называются? Отдельные какие-то названия есть у вакансий или просто там рабочие? Рабочие, сварщики. Ну, в основном такие простые специальности, которые не требуют какой-то специальной подготовки. Ну, то есть вы из всех учебных заведений округа готовы взять студентов? Конечно. Ну, я думаю, что хорошая новость для наших студентов. В принципе, наверное, если школьники, старшеклассники уже достигли совершеннолетия, они тоже могут, или после школы, да, сразу после 11 класса? Если человеку исполнилось 18 лет, мы ждем его на работу. Ну, наверное, здесь не только студентов ждете, но, в принципе, и рабочих благоустройств в СП. Да, конечно. Вакансии у нас есть на работу. Мы также набираем и водителей, и водителей спецтехники, сварщики, электрики, рабочие, всех специальностей. Спасибо большое, что пришли, рассказали нам такие хорошие новости. А я напомню, на студии был директор МБУ благоустройства СП Сергей Захар. Редактор субтитров А.Семкин